Добрый день! Добрый день! Ну, пожалуй, что у нас? У нас доклады, да? В виде проектов. Проекты у нас там. Итак, кто-то у нас имеет желание выступить. Да. Да, давайте, да. Да, сейчас, секундочку. Так. Так, всем видна презентация, да? Да, хорошо, давайте, да. Да, всем, да, добрый день. Это второй этап нашего группового проекта под номером 5 по дисциплине научно-программирования. Выполнили его супер Анастасия, Лобов Михаил и Нердошев Севола. Давай, ты будешь переключать слайд? Мы использовали, как уже понятно было с прошлого раза, дифференциальные уравнения, точнее мы решали систему дифференциальных уравнений, потому что выбраны нами модели SIR. Несколько параметров взаимно изменяются в зависимости друг от друга. Ну и также система дифференциальных уравнений позволяет нам придерживаться непрерывности решения. И дифференциальные уравнения достаточно гибкие, позволяют интегрировать различные параметры, что чуть позже мы покажем. Далее, это то, что они полезны для прогнозирования и даже, например, по стороне графиков. То есть, решая их, мы можем предсказать поведение системы и какие-то критические точки. А и далее то, что благодаря этой системе дифференциальных уравнений мы можем использовать аналитические решения. Ну, поэтому дело, что численные методы... Нет, мы не используем аналитические решения, а наоборот используем численные методы, потому что аналитические решения просто тут не подойдут. И в дальнейшем мы будем использовать метод рунки-кута, но о нем чуть-чуть позже. Далее, для данного случая мы работали... У нас, как вы помните, два случая. Это когда инфицированный, то есть infected, и меньше, и критического. И в таком случае вот они наши переменные. Начальное время, количество инфицированных, количество здоровых. Коффициент заболеваемости и коффициент выздоровления. Ну, и в данном случае мы сделали простой достаточно цикл while, добавили условия выхода из цикла. Так как мы не знаем точное количество дней, то дней у нас просто много. Но, в принципе, и по истечению времени тоже из цикла мы выходим. Но в основном мы, конечно, выходим, когда заканчиваются infected, зараженные. Так как мы сделали счетчик для времени с запасом, то у нас вот условия выхода — это то, что эпидемия закончится, то есть infected станет равно нулю их количеству. А внутри цикла мы будем записывать наше дифференциальное уравнение из модели SIR. И не будем использовать переменную S, то есть susceptible, потому что инфицированные меньше критического значения, и инфекцию удалось изолировать, следовательно, susceptible, то есть подверженные заражению гипотетически люди, будут в безопасности и ограждены от зараженных. Поэтому случай достаточно простой. Ну, счетчик дней, понятное дело, мы добавляем. И для построения графика нам нужно создать пустые списки, куда будут записываться переменные. Вот. Ну и вот, собственно, уравнения, которые у нас были с коэффициентами заражения. А дальше более интересный случай — это алгоритм для ситуации, когда количество инфицированных превышает наше критическое значение. Тогда у нас важно знать общее количество особей в популяции. Вот. И именно исходя из него мы будем вычислять susceptible, то есть подверженных заражению. Вот. И добавляем счетчик для S. Ну и учитывая новые переменные, также новое дифференциальное уравнение возникает. Это уже коэффициент заражения, а не только коэффициент выздоровления. Теперь влияет. Вот. Ну и учитывая... Да. Новые переменные меняются, ограничения на... А нет, ограничения и цикл не меняются, да. Ну и мы объединяем эти два случая просто внутри цикла при помощи условия if. Вот. И когда число зараженных... Почему мы это делаем вообще? Потому что в какой-то момент число зараженных, даже если оно было выше критического значения, может упасть ниже критического значения. И тогда мы меняем сценарий. И для этого все наши два возможных стечения обстоятельств должны быть внутри этого цикла. Ну и динамически это все условие выполняется. Вот какие возможные ситуации мы условно на графиках показали. То есть это первый случай, когда инфекцию удалось ограничить. Далее это простой второй случай. Когда ее не удалось ограничить, и как мы видим, то что susceptible просто дойдет до нуля, потому что не останется особей, просто которые не переболели. Все особи перейдут в recovered, то есть выздоровевшие. Ну а infected по этому делу тоже сойдется к нулю. И наконец третий способ, когда мы объединяем эти два условия, когда мы добавляем момент, что в какой-то ситуации мы ограничим всех зараженных, то есть и будет меньше критического значения. И в таком случае, ну все еще очень много recovered, все инфицированные сойдут до нуля, а susceptible будут просто константы, потому что они ограничены от больных и никак не могут заразиться. Ну это такое очень простое, конечно, описание, но просто чтобы было понятнее, что мы делаем. Вот. И далее хотелось бы рассказать про метод rungi-kutte, ну или можно даже думать о ситуации, который мы использовали для увеличения точности в нахождении решений. Вот. Он использует... Это вообще один из самых широко используемых учительных методов для решения ODU и системы ODU. Вот. И он был разработан Карлом Рунге и Мартин-кутте. Вот. И является усовершенствован методом Эйлера. Собственно, это очень хорошая аппроксимация дифференциального уравнения, которое шаг за шагом на определенном интервале в общем-то уточняет значение функции. Вот. И мы использовали алгоритм четвертого порядка. Ну он самый популярный. Вот. Что метод делает, собственно говоря? Первый уклон — это просто наша функция. Потом для каждой переменной s, e, e, r мы этот уклон немного изменяем. и добавляем ΔT, то есть время, и D1, нужно ΔT пополам. В общем-то мы просто в каждый момент времени немного уточняем. То есть мы разбиваем интервалы на серединке. И используем предыдущий интервал для того, чтобы уточнить значение в этой серединке. Ну и вот так вот четыре уклона мы делаем. И в конечном итоге используем конец шага для каждой переменной. И это будет нашим аппроксимированным очень хорошо значением. Вот на основе предыдущих значений это мы будем использовать. Ну и метод четвертого порядка дает точное решение, поскольку учитывает несколько промежуточных значений уклонов, что позволяет лучше аппроксимировать динамику заражения и выздоровления. И к тому же он позволяет нам рассматривать время как непрерывную единицу. Ну и в дальнейшем мы сравним при реализации то, что у нас получился и метод RungeCute. Но это уже надо программно пополнять. Ну, собственно, что мы собираемся программно использовать? Это библиотека Differential Equations в Julia. Название говорит само за себя, но для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Вот. Ну и простая настройка задачи. В общем-то, с помощью ODE Problem можно задать дифференциальное уравнение, начальные условия, временный промежуток. В общем, в Julia очень удобно для этого. есть библиотека. Ну и... Да, Julia поддерживает различные численные методы, включая метод RungeCute. Вот еще один плюс этот метод использовать. А графический вывод можно легко визуализировать. Ну и увидеть, как изменяется популяция. Собственно, это тоже уже вопрос к программной части будет. Думаю, на этом все. Всем спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Так. Ну, в принципе, да, все понятно, все хорошо. Вы учитываете, что это у нас не чисто дифференциальные уравнения, а алгебро-дифференциальные уравнения? Ну, насколько мне известно, метод RungeCute – это учитывает, но... RungeCute – это не учитывает. Не учитывает. Это вы должны сами учитывать. Я надеюсь, что вы это учтете. Да. Алгебрическое уравнение нам задает то, что у нас решение не во всем пространстве, а на сечении пространства. Хорошо, спасибо. Следующий кто? Можно, пожалуйста, бомбер? Да, давайте. Скажите, видно? Все видно. Давайте открывайте презентацию на весь экран. Да, да, давайте. Это у вас какой проект? Моделирование эффективности рекламы. Номер 6, если не ошибаюсь. Хорошо, да. Спасибо, давайте. Для начала мы разберем алгоритмы решения. И для решения задачи моделирования распространения информации о товаре, как в примере рекламной кампании, которую мы рассматриваем, можем использовать несколько алгоритмических подходов, и они уже будут зависеть от характера системы, которая моделируется, и требованием точности, и эффективности решения. И, соответственно, мы будем рассматривать разные алгоритмы от этого. Математическое моделирование и численные методы. Основные решения задачи распространения рекламы являются дифференциальные уравнения. И для этого решения можно применить следующие алгоритмы. Это метод конечных разностей. Он применяется, когда требуется решить задачу с какими-то ограниченными условиями. Он может быть полезен при анализе долгосрочного проведения рекламной кампании. Также мы можем рассмотреть решения наших ОДУ обыкновенных дифференциальных уравнений уже для моделирования динамики рекламной кампании, для которой требуется решить ОДУ, который описывает, как изменяется число клиентов, знающих о продукте с течением времени. Мы решаем наш ОДУ, и мы используем метод рунги Кута, а именно метод рунги Кута четвертого порядка. Он более точный и популярный у нас метод решения. На экране вы можете видеть код и, естественно, комментарии с пояснениями, чем является. И метод Эйлера – это простейший численный метод решения дифференциальных уравнений. Он итеративно приближает решение, двигаясь по касательному графику. Также здесь можем на экране посмотреть, что чем является в нашем коде, допустим, шаг по времени, вектор наших результатов, цикл по времени и так далее. Дальше – алгоритм оптимизации. И чтобы определить наилучшие параметры для рекламы компании, например, максимальный эффект с минимальными затратами, можно использовать алгоритмы оптимизации. Мы рассматриваем метод метода, более точный метод для оптимизации, который учитывает вторую производную функцию, а именно гисян. Он может применяться в тех случаях, когда требуется высокая точность в минимизации затрат. И гарантизентный спуск. Гарантизентный спуск – это у нас метод оптимизации, который помогает найти локальные минимумы функции. Его можно применять для минимизации затрат при определении параметров рекламной компании, например, для нахождения оптимального значения бюджета на рекламу. И также здесь вы можете видеть код, который у нас описан. Здесь начальное значение, градиент, сам цикл, и так далее. Дальше рассматриваем метод мутекарда, то есть уже моделирование на основе вероятности, чтобы смоделировать наш вероятностный процесс. Например, в случаях, когда успех рекламы зависит от случайных факторов, и он полезен для имитационного моделирования, когда необходимо учесть какую-то неопределенность, то есть когда есть различные вероятности, различных событий. И дальше алгоритмы машинного обучения. В некоторых случаях можно использовать и алгоритмы машинного обучения для прогнозирования эффективности рекламной компании на основе каких-то исторических данных. Это значит линейная негрессия и нейронные сети. Линейная негрессия у нас подходит для прогнозирования зависимости между затратами на рекламу числом новых клиентов. А нейронные сети, если данные достаточно сложные, включают множество факторов, которые влияют на результаты рекламной компании. Можно обучить нейронную сеть для предсказания оптимального времени и интенсивности рекламы. Также можно использовать алгоритмы графов. Если рекламная компания связана с каким-то вирусным маркетингом, то можно применить алгоритмы работы с графами для моделирования того, как информацию распространять в социальной сети. Например, алгоритм BFS либо PageRank. BFS или по-другому поиск в ширину для моделирования, как информация заражает новых пользователей, а PageRank для определения самых влиятельных людей в сети, которые могут помочь в более быстром распространении информации. То есть те, через кого больше всего идет распространение у нас. И озвучу наши УВД, которые мы пришли, описав все вышеперечисленное, что для решения задачи моделирования рекламной компании можно использовать комбинацию методов. Численные методы АДУ помогают рассчитать динамику изменения числа клиентов. Алгоритм оптимизации машинного обучения позволяет оптимизировать параметры рекламной компании, чтобы достичь наилучших результатов. Тем самым приходим к выводу, что нужно использовать нескольких подходов для наилучшего результата. Спасибо за внимание. Если что, микрофон выключен, у вас не слышно. Да, все, спасибо, спасибо. Так, есть еще желающие. Так. У нас еще остались тут... А у нас тут все полностью, второй этап, значит, закрылся. Так. А выступления никто ничего не хочет выступить. Все под конец семестра кинетесь выступать? Или не будете вовсе? Ну, ладно. Ну, тогда, если на этом все, то давайте будем завершать. Все. А извините, пожалуйста, можно задать несколько вопросов? Да, Анастасия Павловна, да. Да, вот как раз по поводу того, что вы сказали про наше выступление и момент, что у нас тут алгебродифференциальное уравнение, вот, хотелось бы это обсудить. Ну, то есть, получается, у нас же как вот эти уравнения не выдают нам число, а не множество разных функций, с которыми мы работаем. Нет, они все выдают, просто у вас есть ограничения. В вашем случае, например, есть ограничения на то, что количество особей остается постоянным. Это алгебрическое уравнение у вас, да, четвертое, которое связывает количество особей и что оно фиксировано. И вот у вас получается то, что решение вы ищете не во всем пространстве, а только на гиперплоскости, где количество особей сохраняется. А, я поняла. Просто мы как-то испугались изначально, потому что когда мы продумали решение, да, мы отталкивались от этого, потому что это важный аспект, что у нас именно изолировано. Да, да, да. И там происходят все эти изменения. А дальше уже с разбором задач, мы после того, как вместе рассмотрели два отдельных случая для и меньше, либо равно, и для и большего, мы уже задумались о том, что как бы нам необходимо это объединять, и уже вот с этим разбирались. Изначально как бы вот это, ну, то, что это изолированная популяция, мы как бы учитываем уже в том моменте, когда задаем все переменные, с которыми у нас, в принципе, и действуют все эти дистанции. По-другому можно сказать, что у вас некий интеграл задан. То есть это можно рассматривать как с интегралом сохранения системы уравнений, интеграл, сохраняющийся интеграл. Вот так можно это рассматривать. Хорошо, тогда вот вопрос. Вы сказали, что вот этот метод рунги-кутты, который четвертого порядка мы нашли, мы просто смотрели, что существует аналогичное решение, но для немного других задач, а именно для хищника-жертвы. Да, в хищнике-жертве нету у нас дополнительных ограничений. Да, и, соответственно, при уже численном выполнении мы будем вот это вот ограничение вводить и рассматривать для нескольких случаев, когда у нас вот это и, у нас будет так же, как и в самом начале при анализе условия выхода из этой программы. Вот и прочее. Это является правильным направлением? Да, вы вручную должны это проверять. Я сказал, что сам метод не берет на себя проверку. Все, хорошо. То есть вы нас обезопасили от наших ошибок. Спасибо. Хорошо, да. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания.